Хочу поздравить с победой в Краснодаре. Игра выглядела более качественнее, нежели в Казани. В чем причина первого, так скажем, матча? Вот в этом! Мы пистона вставили, она более качественно сыграла. Я тоже не хочу тебя. Алеша Владимирович, хватит баловаться. Деньги у меня есть. Я не летел за книжки. Я переведу, я обещала. Уралочку ждем, встречаем, говорит. 24 апреля стартует полуфинал чемпионата России по волейболу среди женских команд. Пора решающих матчей, которую волейбольный клуб «Динамо Акбарс» просто не представляет без вас, болельщиков. В Казань едет легендарная «Уралочка» Николая Васильевича Карполя. Серия до двух побед. Первый матч которой состоится 24 апреля в 18 часов 30 минут. Напомним, что команда Решата Гелезудинова в первом раунде плей-офф преодолела сопротивление краснодарского «Динамо», которое заняло восьмое место в регулярном чемпионате. Матч в Казани получился очень непростым и завершился со счетом 3-2. А вот на юге России борьбы было в разы меньше. Казанская команда сразу же завладела инициативой и не допускала тех ошибок, как дома. Каждый раз добавляла в середине партий и уверенно выиграла матч со счетом 3-0. Да, игра в Краснодаре была более уверенной, более результативной, короткой. Все равно это было в три партии, а не в пять. Я думаю, на игру домашнюю с Краснодаром, особенно первая партия, она в игре безумно расслаблена. Я думаю, все равно была внутри мысль о том, что это восьмое место, возможно где-то подрасслабиться. И за что нас Краснодар наказал, показав очень хорошую игру. И счет шел на очки, то есть пятая партия это была 16-14, тоже все очень волнительно. Но я рада, что мы сделали выводы и игра в Краснодаре уже была уверенная. Конечно, мы более концентрированно подошли ко второму матчу. Там мы отдали максимум концентрации, максимум внимания на эту игру. И может быть, да, там более качественная игра была. После победы время на подготовку, отдых и восстановление у нашей команды было. Хотя дорога в Краснодар получилась не самой простой. Из-за закрытого в городе аэропорта. Да, такая непростая, во-первых, и дорога была. Во-вторых, в Краснодаре плюс 26, сюда ты приехал плюс 3. Солнышка не было. И первые дни... Я понимаю, что на камеру нужно нормальные слова выбирать, но мы были такие пришибленные. То есть, ну, потом, серьезно, все равно огромная разница в температурном плане. У тебя была акклиматизация, как будто ты откуда-то с Европы за границу прилетел, с морей. Вот. И такие вот отходили долговато. Но сейчас все равно набираем обороты, готовимся, знаем свои задачи, знаем важность результата. Работаем. Сейчас команда готовилась к матчам с «Уралочкой». В том числе тренируется и Саманта Фабрис. Возвращение которой ждут как игроки и тренеры, так и болельщики. Ну, сейчас плей-офф, неважно, кто место занимает. Так что мы максимально готовимся к ним. Ждем интересной игры от нас. «Уралочка» же вышла в плей-офф с пятого места. И в первом раунде сыграла с, пожалуй, главным открытием сезона «Тулицей». Команда «Карполя» смогла выиграть первый матч в гостях со счетом 3-0. В том числе хозяйки были ослаблены травмами ведущих игроков. Что, в принципе, не помешало им навязать борьбу во второй игре. Но и тут результат остался за «Уралочкой». Причем четвертый сет команды из Екатеринбурга выиграла со счета 12-21. И завершила встречу 3-1, а вместе с ней и серию 2-0. «Аня нам все рассказывала, она очень внимательно, Аня Подкопаева смотрела эти игры, очень внимательно. Я думаю, на самом деле, все равно игры хорошие были. То есть они там, все пары были такие нестабильные. То есть где-то кому-то повезло сыграть просто чуть меньше партии, потому что «Локомотив Протон» тоже была непростая игра с счетом 3-2. И то же самое в паре с «Туллицей» и Екатеринбургом. То есть все равно команда занимала 4-5 место. Постоянно боролись в сезоне, очень плотно. Я думаю, в целом и «Тула» хорошую игру показала. Да, у них были спады и потери игроков. Но я думаю, для них результат это тоже лучше за всю историю «Туллы». Ну, мне так кажется. Что касается в целом сезона, то для «Уралочки» он пока получается неоднозначным. Вмешались февральский ковид и травмы игроков. Пятое место в регулярке. Одна четвертая кубка ЕКВ и поражение от турецкого «Экзо Чебаши». И не выход в финал четырех Кубка России. Но главное возвращение – это, конечно же, Ксения Парубец, которая окончательно восстановилась от травмы колена и вновь зажигает. Как-никак лучший бомбардир женской суперлиги. «Уралочка» всегда сильная команда. Тут что говорить, и с Ксенией, и без. Поэтому будем играть. И они, которые год играют в ПЛОФ, играют сильно. «Уралочка» сильная в любом составе. То есть они находят компромиссы, взаимозаменяемые. При любых потерях, при любых, не знаю, ротациях, перестановках. И практически на любых позициях готовы друг другу помочь, заменить и играть. То есть это всегда у них есть еще особый генератор, мотиватор, который приводит их в тонус, если что-то идет не так. Это тоже очень огромный психологический, когда плюс, когда спад. Но все равно этот фактор тоже дополнительного настроя у них всегда есть. В этом сезоне команды провели три встречи. В Кубке, когда казанская команда уже обеспечила себе выход в следующий этап, «Уралочка» была сильнее со счетом 3-2. А вот в матчах чемпионата России уже команда Решата Гелезудинова одержала две победы — 3-0 и 3-1. Очень ярко все равно в этом году выступают. У них всегда команда славилась первыми темпами. То есть тоже так и осталась активная игра за головой от первых темпов. Тоже их, ну не знаю, уже у них это классическая комбинация крест, которая приносит результативность Ксюха. Добавилась тоже Кубинка, которая проводит много последних игр. Поэтому будем готовиться, будем работать и выигрывать. Полуфинал чемпионата России. «Динамо Акбарс» — «Уралочка Екатеринбург». Первая встреча в серии до двух побед состоится в Казани 24 апреля в 18 часов 30 минут. Уважаемые болельщики, мы будем очень рады видеть вас на трибуну. А у кого такой возможности, к сожалению, нет, включайте прямую трансляцию встречи на телеканале «Матч. Игра» или же на интернет-порталах «Матч. Спортбокс» и «ТВ-Старт». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова